Вовсю в интернетах обсуждается сериал Ванда Вижн. Вышло уже 6 серий, все писают кипятком, задаются вопросом, что за странность там творится, к чему всё это, из-за чего всё это вообще, откуда ноги растут. И так как сериалы по комиксам и фильмы по комиксам делаются по комиксам, сегодня я расскажу вам, что почитать про Ванду и Вижн, чтобы вам было куда проще ориентироваться. Меня зовут Руслан Хубиев, это Что почитать, поехали. И начнём мы с того, что не только есть на русском, но и с того, что является одним из самых старых комиксов в моём списке. Это Giant Size Avengers номер 4 и первая лимитка по Вижну и Алой Ведьме. Я это объединил в один сборник, потому что он так выходил за рубежом, он так выходил у нас в России от издательства Камильфо. И в рамках него вы не только узнаете о прошлом Вижена, так как его прошлое, помимо основных базисных вещей, его создал Альтрон, чтобы он был злодеем, он стал героем Ступил Мстителей. Разные аспекты там не обсуждались. Но именно в Giant Size Avengers номер 4, несмотря на то, что это часть большой сюжетной арки, сторонней сюжетной арки Инглхрота, всё равно в данном выпуске происходит самое важное в истории Ванды и Вижна, совместной истории Ванды и Вижна. Это их свадьба. Женятся они именно в этом самом Giant Size Avengers номер 4. Помимо этого, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с первой сольной лимиткой Ванды и Вижена из четырёх выпусков за авторством Монтло. Данная лимитка важна не только по той причине, что это первая сольная история, а сразу же про двух персонажей. Не просто партнёров, не просто напарников, а именно пары. Данная лимитка важна по той причине, что она акцентируется по большей части не на Вижне и Алой Ведьме, членах команды Мстителей, а о Вижне и Алой Ведьме, простых ребятах, которые любят друг друга и пытаются жить в пригороде. Но, разумеется, это комикс всё-таки про Мстителей, поэтому без зомбей, без злодеев, без шпионов и без Магнета не обойтись. В данной лимитке вы увидите те самые намётки истории про счастливую пару, которая хочет быть вместе, несмотря на все трудности, как внутренние, так и внешние. Первые зачатки одного из самых важных комиксных союзов Marvel. Далее. Комикс, который, к сожалению, не выходил на русском, и я очень надеюсь, что его когда-нибудь издадут. Это комикс «Вижн и Алая Ведьма», том 2 из 12 выпусков, за авторством Инглхарта. Данные 12 номеров я тоже не советую пропускать. Почему? Помимо важного комикса, вы прочтёте произведение, написанное талантливым Стилом Инглхартом, который отлично показал какие-то внутренние переживания, внутреннюю динамику не только главной пары, но и всех «Мстителей». Это довольно интересный и уникальный пример истории, в которой не отношения добавляют к действию, чтобы хоть как-то разбавить сюжет, а действия добавляют к отношениям, чтобы хоть как-то разбавить сюжет. Здесь вы не увидите истории про то, как «Мстители» постоянно дерутся с врагами, и иногда у них возникают какие-то романтические отношения. Здесь вы увидите все аспекты отношений, а когда будут приходить злодеи, вы будете расстраиваться, потому что до следующей бытовухи вам ждать ещё долго. Данный комикс довольно интересен и уникален именно по этой причине. Он делает эту пару героев близкой вам, от того вам куда больнее будет, когда у этой пары всё пойдёт наперекосяк. Но я знаю, для чего вы здесь. Наверняка вы здесь по той причине, что хотите увидеть. А какие отсылочки-то были в сериале? И на что эти отсылочки были? Где почитать комиксы, о которых говорится в этом сериале? И «Алая ведьма» «Вижн». С первого по двенадцатый выпуск. Восемьдесят пятого года. Именно та самая серия, в которой вы найдёте уйму того, что видели. А может быть наоборот, вы прочтёте комикс, начнёте смотреть сериал, и сразу же будете всё понимать. Это тоже прикольно. Например, вторая серия «Ванда Вижена». Они притворяются фокусниками, ну как они играют фокусников, в рамках конкурса талантов. И они называют себя очень странно. «Гламур» и «Иллюжн». Очень странные названия, но всё-таки они есть, всё-таки они их выбирают. Но если вы прочтёте данный комикс, вы узнаете, что именно так звали их соседей фокусников, которые сколотили состояние, сколотили известность именно на своих выступлениях. Норм. Коллега Вижена по вечно меняющейся компании тоже был в этом комиксе, только в этом комиксе он продавал Вижену и Ванде дом, в котором они, собственно, и жили всю данную серию. «Рождение детей» Билли и Томми в этой серии. Взаимодействие с братом Ртутью в этой серии. Почти всё, что так или иначе основано на базисах отношений Ванды и Вижены в сериале, вы можете найти в данном комиксе. И это лучший комикс, на мой взгляд, который раскрывает данную тему, который раскрывает данную пару. И я всем настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. К сожалению, повторюсь, его нет на русском языке, но я очень надеюсь, что его скоро издадут. А пока читайте в оригинале, знакомьтесь. Там не самый сложный английский, так что я думаю, что проблем вам это не доставит. Далее. Виженс Квест. Сюжетная арка, арки всё-таки, в рамках West Coast Avengers Burner. Ой. Данная арка является одной из самых противоречивых. Она является одной из самых странных, она является одной из самых безумных своего периода. Наверное, до выхода распада Мстителей Бендиса ничего столь противоречивого на рынке практически не было. Вижен Квест рассказывает о том, как Вижен исчезает. Алла-Ведьма не может его найти в особняке Мстителей, у них уже вовсю растут дети, но Вижена нигде нет. Оказывается, что Вижена похищают и разбирают, потому что не так давно он получил доступ к большому количеству засекреченной информации, и эта информация может кому-то понадобиться. Некто похищает Вижена, разбирает его, и затем, в попытках его собрать, Мстители возрождают нашего героя, но возрождают совсем другим. У него все воспоминания Вижена прошлого, но у него нет тех самых эмоций. Это белый Вижен. Это пустой Вижен. Вижен Квест является одной из самых популярных и одной из самых важных историй Мстителей Западного Побережья, и Мстителей в принципе. И разумеется, это является одним из важнейших событий в истории не только Вижена, но и Ванды. О нем вспоминают, его упоминают, и белого Вижена вы наверняка во всяких флэшбеках могли заметить, если читаете комиксы про Мстителей. Но главное! Естественно! Главное, что есть в Вижен Квесте, это первое появление Мстителей Великих Озер. Разумеется, я знаю, что вы все фанаты этой команды, как можно не любить. Посмотрите, они слева направо, вот они все. Так, Мстители Великих Озер, Белый Вижен, Мстители Великих Озер еще раз, потому что крутая команда. Что-то там еще было. А, ну, там было, это, там детей Ванды на руки надели, вот, в качестве перчаток. Ну, почти. Ну, похоже, как будто это перчатки дети в аду. И выяснилось, что эти дети, на самом деле, кусочки души Мефисто, которого не так давно в одной из соседних серий распи***сило, вот, и его душа оказалась в животе Ванды. И ее дети, на самом деле, не ее дети, а кусочки души Мефисто. Вот. Если серьезно, я очень люблю данные выпуски. Каким бы они противоречивыми не были, какой бы хейт они не вызывали в свое время, что детей, за которых, с которыми люди жили, с которыми люди рождались, то есть, Ванду любили, Вижена тоже любили, и идея того, что у них появилась семья, и эта семья растет, она импонировала большому количеству людей, и тут ты видишь этих детей, как Хрюшу и Степашу, которые жрут лица Мстителей, и у тебя возникают вопросы, за что, за что вы с нами так? И я, но я все равно это, я люблю эту штуку, она очень уморительная, по той же причине, по которой я люблю комикс Инферно, события Инферно, где метро жрет людей, и маленькие бинокли жрут людям глаза, когда они прислоняются посмотреть на Empire State Building, вот поэтому я люблю данные сегменты. И, на самом деле, это один из тех странных, стрёмных, непонятных аспектов комиксов того времени, 80-х, которые до сих пор имеют вес, и которые до сих пор аукуются в истории персонажей, и в принципе, в комиксах Marvel, о чём мы поговорим чуть позже. В общем, обязательно читайте Vision Quest, скоро вам выходит на русском языке от издательства Камильфо, и я не помню, входят ли туда 51-52 выпуски, в которых, собственно, арка с Детьми Мефисто показана. Надеюсь, что да, но если нет, дочитайте их отдельно, оно того стоит, и у вас будет отличная почва для спекуляций того, что же дальше вас ждёт в сериале. Заходим на современные комиксы. Многие люди задавались вопросом при просмотре фильмов, какие же силы у Ванды, в чём они заключаются. И ярче всего его особенность и уровень сил Ванды показывает некое событие 2005-го года комиксов Marvel. Событие под названием Хаос Овэм, Бендиса и Куапеля. Хаос Овэм, Династия М, Дом М, День М, любой из предложенных вариантов перевода вот этот вот комикс, который, возможно, вы даже встречали. Хаос Овэм рассказывает нам о том, как Алая Ведьма, всё ещё не оправившись после небольшого числа кризисов в своей жизни, ну, там, у неё дети стали Хрюшей и Степашей, Вижна разорвали пополам и всякое такое. Она становится виновницей небольшого изменения в нашем мире. Я не хочу рассказывать вам все сюжетные аспекты, чтобы вы могли сами с ними ознакомиться. Но суть в том, что Алая Ведьма создаёт новый мир, точнее, меняет уже существующий. Она делает мир, в котором главенствующую роль занимают мутанты, где люди являются вторым сортом, где все герои и все мстители счастливы, и все мутанты счастливы. Все получают то, о чём они мечтали. Росомаха получает свои воспоминания, Паук получает живого дядю Бена, разумеется, что ещё ему надо. Кэрол Денвер становится снова героиней, она становится капитаном Марвел, чьё имя везде скандируют. Все счастливы и довольны. Или же нет. Об этом вы узнаете в комиксе House of M. Почему это важно? Элемент создания миров Ванды или изменения существующих миров. Это далеко не новый аспект её сил. Другое дело, что в киновселенной мы практически не видели этого. Для нас она была телекинетиком с довольно сильного уровня. Человеком, который может подчинять, человек, который может передвигать танки и бублики космические, как в Войне Бесконечности. Но при этом аспекты изменения реальности мы практически не видели. Тех самых ведьминых элементов, которые многие из вас любят. И House of M. Отличный пример того, насколько Ванда могущественна и насколько стоит задаться вопросом, а оставлять ли её в живых или лучше не рисковать. House of M. Выходил на русском в рамках Ашета, его издавали ребята из Jellyfish Jam, то есть вы его можете найти на русском в разных форматах и не переживайте и не бойтесь его читать, даже если вы новичок в комиксах. Если вы знаете, кто такой Человек-паук, Ванда, Магнета, Ксавье, Ртуть и не знаю, там, Циклоп, я думаю, что вы справитесь и Росомаха. Я думаю, что вы разберётесь и справитесь. Из отсылок аспект создания Манимирка и на этикетке Вина что-то такое было, там было О-Д... Короче, House of M. Сокращённо там было. House of Misery там было, по-моему, с переводом на английский язык. В общем, тоже что-нибудь найдёте. Дальше. Vision. Кинга и Вальте. 2015 года. Очень много раз я о нём говорил, но так и быть, повторю ещё раз. Данная серия была написана относительно новым тот момент автором, сценаристом комиксов Томом Кингом, и после её выхода она произвела огромнейший фурор в индустрии. Многие люди начали ставить её в пример, её начали изучать в школах, её начали изучать в университетах. Она стала крайне популярной, чуть ли не мастридом среди людей, читающих комиксы и даже читающих книги. Эта история расскажет нам о том, как Vision решил создать себе семью таких же синтезоидов, как он. Жену, дочь, сына, переехать с ними в пригород и спокойно жить американской мечтой. Но, разумеется, как и во всех американских мечтах, о которых нам часто говорят, что-то пошло не по плану. Данный комикс важен по ряду причин. Во-первых, вы найдёте там довольно интересные аналоги и колбеки из прошлого. Там вы найдёте довольно интересное раскрытие того, каким Vision видит себя сейчас и каково, в принципе, быть Vision в Marvel 2015 года. Там вы увидите довольно интересное мнение касательно того, насколько машины способны испытывать эмоции и что такое эмоции для машины. Может ли машина лгать машине во спасение? Может ли машина в принципе лгать? Там вы увидите немножечко Шекспира, потому что куда популярному и важному комиксу без цитирования Шекспира. Там вы увидите маленькую, локальную, относительно даже камерную историю, которую прочитать может любой, кто знает одного персонажа. Персонажа Вижена. Потому что все остальные появления поясняются замечательным закадровым текстом. Вижен Тома Кинга на самом деле оказался куда менее на данный момент менее влиятельным как источник и основа для сериала, чем я думал. Потому что Вижен Тома Кинга он сам по себе построен как этот самый ситком. Группа синтезоидов, да, роботов грубо говоря, на самом деле там андроидов, грубо говоря, живут в пригороде и вынуждены сосуществовать с соседями и так далее. Казалось бы отличная идея для ситкома, но нет, комикс ни разу не комедийный, он ни разу не юмористический. Этот комикс, который, в принципе, показал аспект, наверное, пригородной жизни героя, пригородной жизни героев и семьи героев. Какой она может быть, как она может выглядеть, можно ли представить то, как Вижен идет к директору узнавать, что там его сын сделал в школе или что там его дочь натворила. Можно ли это показать и как это показать? В Вижене все это есть. Вижен Тома Кинга это отличный пример и отличный вариант для людей, которые особо не читают комиксы, которым плевать даже на Мстителей, которые не хотят за ними следить, но которые заинтересовались сериалом и которые заинтересовались Виженом и хотят почитать при него что-то хорошее. Лучшее, что есть на данный момент по Вижену из сольных серий, на мой скромный взгляд, это Вижен Тома Кинга. Есть на русском языке в нескольких вариантах, есть в двух ТППшках или же в рамках золотой коллекции от издательства Камильфо. Да, данный комикс не является базисом для сериала, но по настроению нарастающего и нагнетающего ужаса, который показан и там, и там, данный комикс ближе всех подходит под данный сериал. То есть, если вам нравится сериал Ванда Вижен именно вот этим вот ощущением дискомфорта, то думаю, что комикс придется вам по душе. А еще, если мы уже берем отсылочки, если вы включите вторую серию Ванда Вижена и будете смотреть очень-очень внимательно анимационный опенинг, то вы найдете там странное явление, странный момент, который, возможно, вы пропустили, а может быть, и не пропустили, вы глазастый, поздравляю. Между двумя этажами дома Ванды и Вижена, если поставить паузу, можно увидеть странные кости и шлем. Что это? Что это? Это труп, что ли, похоронен? Да, это похоронен труп. Чей труп? И как он умер, вы узнаете в Вижене Тома Кинга. Ну и последний комикс, о котором я хотел бы вам рассказать, это комикс, который никак не связан с сериалом, который ни разу не был взят за основу, на моей памяти, я, опять же, могу ошибаться, не был взят за основу, который рассказывает нам только про половину этой пары, но крайне важную половину этой пары, Алая Ведьма Робинсона. Суть данной истории является в невероятном визуале. На данную серию позвали огромное количество различнейших художников, различающихся по стилю, по подаче, по показу перспективы, по использованию цветов. Здесь вы найдете Дель Рей, Пулида, даже Стива Дилана вы здесь найдете. По цимису данная серия довольно простая, и, наверное, это хорошо, потому что не в сюжете ее суть, на мой взгляд. Ведьминское колдовство дал сбой, Ванда пошла решать проблемисы, обкашливать вопросики, так сказать. Однако суть в том, что это позволило Робинсону закинуть Алую Ведьму в различные точки земного шара. Она была в Японии, в Греции, Америка, Испания, и под эти разные точки земного шара можно было подобрать соответствующих художников, которые отлично изобразили бы аспекты культуры и аспекты визуала конкретно этой страны. Получилось невероятно крутой артбук. То есть история там тоже была, но как бы мы все знаем, что вы пришли ради Стива Диона. Ну, возможно, Марка Руди. Ну, возможно, Хавьера Пулида, чья история и чей выпуск является одним из моих любимейших, кстати. Это серия, которая поможет вам почитать что-то конкретно про Ванду, но при этом еще и познакомиться с большим количеством различных художников. Возможно, найти себе любимого или любимую и в дальнейшем возможно следить за его или ее работами. Я не знал добавлять эту серию или нет, но потом подумал, что раз она есть на русском языке и раз она касается Ванды, никаких отсылочек вы там не найдете. Возможно, появление некой Агаты Харкнес. Агата Харкнес. Агата Харкнес. Агнес. Странно. Ну, совпадение, наверное. Вот. Помимо этого, вы, наверное, ничего там не найдете интересного. Но если мы говорим про хорошие комиксы про данных персонажей, я не мог не упомянуть серию Робинсона. Очень я ее любил. В свое время это было пять лет назад. Охренеть, время летит. В общем, да. Читайте, смотрите, по большей части смотрите. Ну и почитать тоже можете. На самом деле, поговорить можно было еще про большое количество выпусков. Вест Кост Авенжерс, практически все. Какая-нибудь лимитка вижена нулевых, первые появления. Есть огромное количество интересных штучек, но конкретно данные штучки, которые я сегодня назвал, кажутся мне более интересными. Если вам этого мало, Вест Кост Авенжеры, Инглхарта, затем Берна, читайте, наслаждайтесь, здесь вы найдете огромное количество различных командных, прикольных, веселых штучек. Все-таки, на мой взгляд, западное побережье Мстителей 80-е было поинтереснее восточного. Как минимум, здесь было Тигра, Плечо Вандермена, здесь было Мокингберт, ЖЧ, Блондин, который был иногда Человеком-факелом, а иногда был Хэнком-Пимом. Пади их различи. Я очень люблю эту серию, и на самом деле жалею, что крайне редко о ней говорю. Она уморительная, интересная и крутая. Но если вам и этого будет мало, то ну придется копаться, придется делать второй ролик, наверное, копаться, искать интересные и малоизвестные сюжеты, может быть даже какие-то определенные арки из командных серий. Но, знаете, для этого требуется ваша активность, для этого требуются лайки, обязательно комментарии, репосты в социальных сетях приветствуются, и просмотры тоже. Когда я стал таким? Когда, Зел, я стал таким? Когда сошел с ума! Точно! Изменил реальность! Изменил реальность! О нет, у меня дети! Я его назову Биба, а его Боба! Спасибо большое, что смотрели, меня зовут Руслан Хубиев. Если вам понравился ролик, как я уже говорил раньше, вы можете очень сильно помочь каналу до взаимодействия с этим роликом, то есть я поставил себе на страницу, скинув другу, подруге, или же опубликовал где-то. Я буду очень признателен. А если вы хотите поддержать канал финансово, на канале работает система спонсорства и Патреон, ссылочка будет в описании, так вы получите ранний доступ к роликам, различные дополнительные материалы и всякое такое. Спасибо большое, что смотрели, читайте комиксы, наслаждайтесь комиксами, а если вдруг вы обнаружите у себя силу менять реальность, пожалуйста, не кидайте нас в российские ситкомы. А если кинете, чур, я Генабукин. Договорились? Славно! Всех благ! А если хотите подробнее послушать про эти комиксы, то обязательно чекните наш с Ильей Броидой подкаст, где мы обсуждаем 4 из 6 названных тайтлов. Обсуждаем, смеемся, спорим и соглашаемся. Приятного прослушивания! Отдельное спасибо следующим замечательным людям, а именно Мулену, Аластору Вамблейзу, Эрику Крапивину, Некрофаго, Левиафан Дюта 41, Александру Крылову, Никите Карику, Кариму, Владимиру Коплюкову, Олле Полякову, Григорию Фарафонову, Дмитрию Безуглому, Антону Продукову, Владимиру Волукарту Данилову, Диане Лагун и Юрию Лукашевичу. За поддержку канала на сервисе Patreon.